Всем привет! Вы смотрите очередной выпуск на нашем канале и сегодня мы поговорим немножечко про зимний период времени который сейчас уступил в Москве, да и впрочем, наверное, в других регионах России чуть раньше и позже он уступил, где-то до сих пор тепло и там пацанам ништяк а здесь уже нехерово холодно сейчас ролик будет для общих масс, для тех, кто свои велосипедики поставили дома тире в гараже, тире на балконе, где-нибудь еще, в сарае и так далее и поговорим немножечко про то, как хранить свой велосипед те, кто отнесли свои велосипедники в сарае, в гараж и прочие неправильные места хранения надо бы их, конечно, вытащить оттуда и поставить туда, где им будет покомфортнее итак, у вас есть нормальный велосипед если у вас крутой велосипед, это тем более нужно сделать велосипед должен храниться, в первую очередь, в тепле ну, в нормальной температуре примерно, хотя бы, плюс 10, плюс 20 градусов тепла в таком состоянии велосипед сохранится лучше почему? потому что на велосипеде есть куча резиновых изделий покрышки, камеры, пыльники, сальники, вилок не дай бог, если у вас хорошая, дорогая гидравлическая вилка и все это замерзнет, задубеет, потеряет эластичность и при перепадах температуры резина будет работать хуже после того, как вы это дело все разморозите резина не факт, что вернется в нормальное эластичное состояние вот, в общем, мороз плохо влияет на резиновые детали велосипеда также нужно помнить про то, что велосипед нужно хранить в чистом виде то есть, если вы приехали из грязной покатушки и он у вас весь в грязи а перед этим вы еще его смазывали ну, подобно нормальным серьезным мужчинам, которые смазали серьезно свой велосипед потом испачкали в грязь знайте, что через 3-4-5 месяцев, когда вы свой велосипед вытащите с хранения все это засохнет, задубеет и залипнет а если вы не смазали велосипед, то все еще добавок начнет корродировать и ржаветь в итоге велосипед должен быть чистый и элементы подобной цепи должны быть смазаны для того, чтобы они не начали корродировать во время хранения следующий параметр, который нужно соблюдать, это давление в колесах было бы неплохо периодически поглядывать на свой велосипед и поддерживать давление в колесах примерно 1-2 атмосферы если у вас колеса были спущены, то резина после хранения будет кривой также есть еще такая вот рекомендация сбросить переключение в то состояние, когда пружина у вас находится в нерастянутом состоянии в классическом состоянии на заднем переключателе это крайняя передача, самая маленькая звезда если у вас конец, нередкий переключатель с обратной тягой, как делала раньше компания Шуано в случае переднего переключателя, вам нужно включить самую маленькую звездочку спереди в этом ситуации пружина у вас находится в нерастянутом состоянии и не подвергается износу от хранения что еще было бы неплохо предусмотреть, это отсутствие перепада температур и вредного влияния света такой вот есть серьезный нюанс к нам принесли один раз велосипед, который стоял на теплом балконе реально теплом балконе, то есть не было перепада температуры но он, этот велосипед, постоянно попадал под яркие лучи солнца зимой солнце ярче и велосипед аккуратненько вот так вот по линии тени обгорел, прям по большому счету обгорел, то есть в одном месте краска стала тусклой в другом осталось примерно заводского цвета поэтому, если вы не хотите, чтобы у вас велосипед выглядел как цыганская потрепанная лошадь уберите его, пожалуйста, с балкона, даже если этот балкон теплый не подвергайте его влиянию яркого света это вот такой вот нюанс что будет, если вы не выполните такие вот рекомендации опишу одним ярким случаем к нам принесли велосипед, который хранился при перепаде температур на балконе в сырости на него попадал солнечный свет и, в общем, после всей вот этого хранения на балконе велосипеда причем на него не падали осадки то есть балкон был слегка закрыт то есть он не падал под влияние снега ну, велосипед, в общем, выкинули мы осмотрели велосипед и его просто целиком положили в контейнер и отправили на мусорку почему? потому что там от влаги просто в утиль превратились спицы, звезды, цепь, троса-рубавки, колодки закорродировали обода задубела резина и потрескалась от перепада температур в общем, велосипеде нечего было бы восстанавливать точно так же сгнила и вилка и в итоге велосипед выкидан целиком поэтому храните свои велосипеды правильно если хотите на них кататься долго и уверенно соблюдайте основные рекомендации подписывайтесь на наш канал следите за нашими выпусками до скорых встреч